Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, любителей ножевой тематики. С вами снова Михаил Фокс. В школьные годы у меня была книжка про подготовку бойца по программе сил специального назначения. Она была, конечно же, изучена и перечитана мной до дыр. На обложке этой книжки красовалась эмблема из трех сложенных ножей вместе и напоминающих букву Ж. Очень мне хотелось один из них, но на то время информацию, что это были за ножи, какая их фирма делает, я не располагал. Интернета, в общем-то, тогда тоже особо не было. Прошло время, и как-то раз разглядывая фото интересующих меня на то время ножей в интернете, я наткнулся на фото того самого желанного в детстве ножа. Им оказался экземпляр от фирмы Master of Defense, модель Mark I CQD. Я был очень впечатлен его дизайном и больше, конечно же, ценой. На тот момент нож уже был снят с производства, фирма Master of Defense также прекратила свое существование. Но, к счастью для меня, как выяснилось позже, права на дизайн этих ножей выкупила тайваньская фирма Black Hawk, выпустив свою линейку ножей по культовому дизайну. Линейка их начала базироваться на моделях Mark I и Mark II CQD. Также каждая из этих модификаций получила вариант с нейлоновой накладкой на рукоять, получив при этом индекс Type E и, конечно же, меньшую стоимость. Основа же линейки базировалась на моделях с рукояткой из фрезерованного алюминия. И вот у меня в руках долгожданная и, можно даже сказать, детская мечта. Пусть не оригинальный Master of Defense, а выпущенный по лицензии фирмы Black Hawk, но от этого не менее желанный мод Mark II Type E. Кстати, пока искал себе экземпляр, был очень удивлен малым количеством предложений на eBay. Такое чувство, что эти ножи перестали изготавливать. Кто в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях, что, в общем-то, с ними и как обстоят дела. Посмотрим поближе на этого тактикульного помощника на каждый день. Понимаю, не каждый захочет таскать у себя на кармане такой мини-ломик, но для любителей тактик-ножей, для ценителей дизайна Master of Defense, это отличный бюджетный вариант, который, в отличие от исходного оригинального мода, не жалко и в дело пустить, а не сдувать с него пылинки раз в месяц и перекладывать с полки на полку. Блин, ну все равно, как ни крути, хочется оригинальной. Как ни крути. Ну что ж, рассмотрим конструкцию ножа, основных его элементов. Сделан клинок из стали АУС-8, имеет покрытие из нитрит-титана. Покрытие, надо отметить, у Black Hawk отличного качества, достаточно устойчивое. За три месяца использование потертости не обнаружено, но жестяные банки, в общем-то, я ему не вскрывал. Поверх покрытия нанесены маркировки Black Hawk, модель ножа и марка стали, но также производитель Тайвань. И если мне не изменяет зрение, то при определенном угле падения света на маркировку она отдаёт золотистым отливом. Ось клинка достаточно стандартная, фиксируется одним шестигранником. Это удобный момент при профилактическом ТО. Рукоятка ножа Type-P сделана из литого армированного нейлона и по качеству изготовления ничуть не уступает версии ножа с алюминиевой фрезерованной рукояткой. Все удобства и эргономика, к счастью, перебрались в эту модель и от первых модов. Текстурная часть боковой поверхности а-ля наждачная бумага также добавляет плюсик к надежному удержанию ножа при активной работе с ним. Фиксация же рукоятки к лайнерам реализована стандартными четырьмя винтами сквозными и также не вызывает сложности при разборке для технического обслуживания. В верхней части рукоятки запрессован стеклобой из карбида. Внутри основной же силовой каркас ножа образован стальными лайнерами и одной бонкой. Банкевские ячейки ему не вскрывать, а на остальные повседневные бытовые нужды он вполне себе сойдет. При открытии фиксации клинка он упирается достаточно толстым двухсторонним шпеньком в ответные части лайнеров. Фиксация клинка замком батлок достаточно четко ощущается и тактильно, и упругим клацом замка. Для дополнительной фиксации клинка есть своеобразный механический предохранитель. Сделан он из того же армированного пластика, что и рукоятка, но особой надежности, честно, не внушает. Лично я его вообще не трогаю. Люфтов на данный момент на моем экземпляре нет, но фторопластовые шайбы при возможности можно заменить на шайбы из цветного металла. В любом случае, не забывайте ухаживать за ножом, и даже с фторопластовыми шайбами он вам послушает изрядно. В силу фактора внешнего дизайна, куботанообразного ударного предмета, клипсы имеют только по одному варианту установки на рукоятке, как на левой, так и на правой стороне. Сама клипса достаточно податлива, хорошо фиксирует нож на кармане и в то же время не рвет его края из избыточной жесткости. Для любителей обвеса и придания индивидуальности вашему острому другу, в рукоятке также имеется темлячное отверстие. Тематические тактикульные бусинки даже не помешают использованию стеклобоя, так как, например, в версии с алюминиевой рукояткой стеклобои расположены именно в торце, а у нас же здесь более удобное расположение. И что же по итогу мы получаем, приобретая этого наследника культовых модов? По большому счету не особо применима у EDC использование ножа, ломовитый, внешне совсем не политкорректный, стремящийся к статусу тактика, но из-за своих прочностных и конструкционных данных не очень дотягивающий до него. Ножи Pulse Force и Extreme Ratio смеются над ним и тыкают пальцем, но попробовали бы они сделать это с оригинальным модом. Но будем помнить, что у них, соответственно, и другой ценовой диапазон. Для меня же, несмотря на все его минусы, он стал желанным помощником и уверенно сел на кармане. Рэмбо из меня и самоборонщик не кудышный, а в хоз бытовых целях он вполне достаточен. Плюс, как-никак, мечта детства. Ну что ж, такое вот видео. Спасибо за просмотр. Если будут какие-то вопросы, задавайте. И пока-пока.